Ну, здравствуйте! Не пошел на дело, выпить захотел я. Где же мой любимый самогон? Нету самогона, даже капли дома. Я, друзья, разбит и удручен. Нету самогона, даже капли дома. Я, друзья, разбит и удручен. Итак, заливаем браку в кастрюлю. Ну, а точнее, уже самогонный аппарат. Ставим его на огонь. Ну, или каким-то образом подогреваем. Потому что я это делаю на индукционной печке. То есть, греем. То есть, нагреваем это до кипения. Или до парообразования, который, в общем-то, нам и нужен. Который пар мы будем конденсировать. То есть, превращать из пара снова в жидкость. И благодаря тому, что спирт испаряется намного быстрее, чем вода, мы отделим большую часть спирта, содержащей жидкости. В общем, делаем самогон. И сразу пару слов про голову и хвосты. То есть, что, когда и как отделять. Повсеместно рекомендуют отделять первые 50 миллилитров с каждого килограмма сахара. Ну, во-первых, я выгоняю из браги. А она менится в литрах, а не в килограммах. И тем более сахара. То есть, мне вообще непонятно, для чего в этом процессе математический подход, когда здесь вполне достаточно эмпирического. То есть, доводим нашу брагу до кипения. Начинает идти жидкость. Смотрим. Вот эта вот, вот эта вот мутная и непрозрачная жижица, это и есть все сивушные масла. То есть, все то, от чего нам нужно избавиться. А вот следом за ней, вот посмотрите, здесь очень хорошо видно. Это уже идет чистый, хороший самогон. Без всякого запаха. То есть, когда пошла чистая жижица, переставляем нашу трубочку в бутыль и продолжаем гнать самогон. И в то же время там, где можно было бы применить математический подход, с большим упорством почему-то применяют эмпирически. Я про то, сколько брага должна бродить. И там вариантов куча. Кто-то подносить спичку рекомендует, кто-то пробовать, кто-то еще. Давайте так. Если у меня одинаковое количество воды, одинаковое количество сахара, одинаковое количество дрожжей, все это стоит одно и то же время при одинаковой температуре, то для чего мне каждый раз что-то пробовать? То есть, конечно, если вы работаете в институте алкоголизма и винопития и каждый день делаете из чего-то нового, необычного или верный последователь Астапа Бендера и мечтаете все-таки получить самогон из табуретки, тогда, наверное, да, эти вещи подходят. В моем случае они просто бессмысленны. И то же самое при отделении хвостов. В принципе, для чего их отделять, это еще тоже большой вопрос. Да, конечно, когда-нибудь остановиться все-таки придется, но в хвостах содержится весь вкус, который находится в браге или что вы там залили. То есть, если это изначально неприятное, тогда, конечно, хвосты надо отделить как можно раньше. Но при условии, что я делаю двойной перегонки, а в общем-то можно и тройной, хотя, как по мне, двойной вполне достаточно, то отделять струю на 40 градусах и остальной спирт выливать, ну, мне кажется, просто непрактично. Поэтому я выгоняю где-то до 15-10 градусов в струе. Опять же, та же история, что из брожения. Одна и та же емкость. Одно и то же количество продукта. Одна и та же температура. Один раз по мере этого достаточно. То есть, выходит достаточно константно. Ну и следует учитывать еще то, что более тонко отрегулировать содержание спирта вы можете при повторной перегонке. То есть, когда будете перегонять, это второй раз. И при повторной перегонке туда можно положить уже в этот полусамогон или сравнительно низкоградусный самогон всяческие вкусности, которые именно в хвосте и отдадут вот этот свой вкус и не заморачиваться с сухопарниками и прочим, прочим, прочим. Дальше уже готовый и остывший самогон я разбавляю до 50% содержания спирта. И очищаю его. Вот здесь тоже. Каких только методов я очистки не находил. От активированного угля до кошачьего туалета. И нет предела фантазии человека. В общем-то, это все, видимо, тоже работает. И если вам так удобно, почему нет? Я пользуюсь, наверное, самым простым. Я делаю молочный фильтр. Ну и здесь вариаций много. То есть, это можно дочистить до, я не знаю, зеркального блеска. Это можно перегнать не два, не три, а 16 раз и получить абсолютно чистый спирт. Ну тогда зачем вообще вот этот огород горядить? Обзаведите все-таки ректификационные колонны и гоните себе на здоровье чистый спирт. А еще проще, пойдите и купите его. Мне важно получить не максимально чистый продукт, а максимально гармоничный продукт. То есть, чтобы он легко пился, чтобы у него был хороший привкус, чтобы после него себя хорошо чувствовал и чтобы после того, как себя хорошо почувствовал, на утро чувствовал себя тоже хорошо. Я хорошо готов. Так что я считаю, что двойной перегонки и очистки молоком вполне достаточно для того, чтобы получить гармоничный и да, вкусный напиток. И методов молочного фильтрования описано просто много. Заливают молоко, заливают молоко и оставляют это на две недели в темноте, периодически встряхивая. Я думаю, некоторые и батюшку приглашают для освещения. Приносят удовольствие. Делайте. Какие химические процессы при этом происходят, я, честно говоря, не знаю, особенно в темноте. Вполне достаточно залить немножко молока и заливаю я его на глаз и совсем немного. И размешать это все. То есть, казеин свернулся, абсорбировал сивушные остатки сивушных масел, которые там были. Все, можно фильтровать. Зачем это настаивать? Ничего не изменится. И для того, чтобы получить из этого всего прозрачный, ну, я пользуюсь обычным кофейным фильтром. То есть, смотрите, берем фильтр. Да, из той же кофемашины я беру и вот этот вот, даже не знаю, как его назвать, стаканчик под фильтр. Потому что у него есть ребрышки, и когда фильтр ставится на эти ребрышки, у него, его поверхность остается на весу, она остается в воздухе. И через нее тогда происходит фильтрация. Если это положить в обычную воронку, намокший фильтр, он сразу пристает к стенкам воронки. И фильтрация происходит только в том узком месте, которое внизу, возле самого горлышка, пропускает жидкость. Все остальное, как бы, бессмысленно. Итак, заливаем сюда. Размешали. Ну, если хотите, можете дать ему постоять. Сколько хотите. У меня, не знаю, минут 20-полчаса стоит максимум. Размешали, чтобы вот это вот свернувшееся молоко было взвесью. И налили. И смотрим. То есть, вот сейчас вот хорошо видно, что идет мутная струя. Ничего страшного, ждем. Ждем. И периодически просто сливаем это назад в воронку. Через какое-то время вот это вот свернувшееся молоко, оно забивает те относительно крупные дырочки фильтров, через которые проходила мутность. И после этого вполне себе хорошо, комфортно, через этот, в общем-то, только что созданный молочный фильтр, все фильтруется, и идет абсолютно чистый продукт. Вот, посмотрите, насколько он чистый. Через него можно читать. И мы получаем очень-очень-очень хороший продукт, который, ну, конечно, лучше раз попробовать, чем сто раз услышать. А лучше попробовать не раз. Но мне этого оказалось мало, и я решил пойти дальше. И попробовать произвести домашний коньяк, и попробовать произвести домашние виски, ну, и другие напитки. И я это сделал, и я об этом вам, конечно же, расскажу, но не сегодня, а в следующей передаче. Так что на сегодня все. И, как говорил великий Жванецкий, алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах. Пейте и кушайте с удовольствием. Готовьте с аппетитом. Жизнь должна быть в радость. И, боже, ну, почему я так прекрасно гоню, а? Потому что я люблю поесть. Олаф жрет. Олаф жрет.